Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ощущение от гонки зависит у каждого болельщика от его личного восприятия От того, за кого он болеет, от стажа, от настроения в конце концов Так что если считаете, что я в чем-то не прав Присылайте по ссылочкам в описании 500 рубликов А если согласны будете с ниже изложенным, то по 300 Сак у трактор-драйвер, как говорится Адекватнее я от этого не стану Но нашему каналу очень сильно поможете Ну а коли только тридеть в комментариях, то будьте как молчален Иначе говоря, шадап Вот, теперь еще перейдем к делу Знаете, многие после этой многолетней борьбы с местными жителями, переносами и пересудами Были уверены, что когда пипл увидит гонку в Майами, то просто ахнет Абудаби и Саудовская Аравия должны были курнуть кальян в сторонки А князь Монако позеленеть от зависти Но получился какой-то пшик По-английски фейк Фейковая морская бухта, фейковая гонка, в которой якобы где-то там была яркая борьба Даже асфальт положили какой-то фейковый Наверное, как всегда, пузырь раздули, разрекламировали А сами под это дело бюджет Попилили и все, как говорится, хэппи Коррупционеры хреновы Слушай, все как у нас, у этих американцев Только у них две гонки, а у нас не одной Да уж, в Америке две беды Дураки, верящие в американскую мечту и дороги Пришлось трассу переделывать прямо по ходу конца недели Эдакий ямочный ремонт Тоже, небось, у наших идею подглядели Короче, я веду к тому, что трасса получилась убогая И дело тут не в гоночной траектории Хотя и в ней тоже Об остальном давайте по порядку и... Детейл Ты знаешь, Молчалин, я слыхал, что у них в Голливуде все геи Актеры, режиссеры, серьезно Вот и режиссер трансляции гонки в Майами тот еще... Ей! Это ж надо так умудриться показывать гонку, что первую половину у нас в кадре только прошлый чемпион А вторую половину, сука, нынешний Всю борьбу профукал, геюга проклятый Были ведь вылеты, обгоны, борьба Рассел вон Хэба прошел, потом опять пропустил и снова прошел А мы этого не увидели Кстати, подозреваю, что первый обгон был за пределами трассы Поэтому Джордж просто решил вернуть позицию, а потом забрать обратно Ну или ему так понравилось обгонять Хэба, что он решил повторить Правда, знаете, ребятушки, я могу ошибаться, но вроде как Фом самостоятельно освещает события Формулы-1 Поэтому все претензии, что в Америке не умеют снимать, они несостоятельны Нет, кино у них, конечно, говно, но гонку снимали не американцы Слушай, Молчалин, чья б корова мычала? Ну чему? Чему нас учит этот Голливуд? Тому, что супергерой должен носить трусы поверх штанов Ну и чё? И ты видел, чем это заканчивается? Вот и заткнись И тут скорее дело в том, что сама трасса незнакома режиссеру Да и сам он, как американское кино Поэтому этот гей просто не мог понять, в каком из однообразных поворотов находятся гонщики Ну и снимал тех, кого знает Чемпионов Если честно, сама гонка выдалась скучной Не, ну конечно, если посмотреть онборды пилотов, то для многих она была боевитая, насыщенная Каждый-то превозмогал как мог Но коли взглянуть на шоу оптом, так сказать, на коллективное выступление, то скучняк Ну, до пейскара точно Разве что можно было поразвлечься гонкой Ээээ... Лузеров Астаны еще до старта заехали в боксы Что-то у них там с бензином Возможно, в США резко подорожал Газолейн и все ждали, когда Лоуренс Строу за него расплатится В общем, стартовали парни с питлейн и в какой-то момент после своих питстопов к ним присоединились хасы И тут Сэбушка Феттель совершил один из самых красивых обгонов, по крайней мере, в этом сезоне Несколько поворотов он держался с магой Сайд-бай-сайд И вышел таки победителем из этой битвы Ну, а так даже и не расскажешь Толчья была неимоверная Она-то и вылилась в столкновение лузера Гасли с еще одним лузером Норрисом А все потому, что за круг до этого Федор Иванович заторанил этого самого Гасли А че это, Федор Иванович, лузер? Вовсе нет Ты молчален... Make big mistake Он же двухкратный чемпион Хотя ты прав, только двухкратный Лузер Блин, я вообще не могу найти героев Цунода стартовал из десятки и каким-то образом умудрился все просрать Федор Иванович тот же Выглядел как, блин, пенсионерка в отделе эротического белья А после своих двух штрафов и вообще выпал из десятки Но, пожалуй, самую лузерную гонку провели Хасы И тут, наверное, уже американцам надо учить вполне себе сликовое слово Хаздец Слушайте, обладая машиной, которая может бороться на домашней гонке Хасы умудрились просрать все полимеры Такое впечатление, молчален, что они уже сами против себя санкции вводят Как же будет это слово по-английски? А, факин пак Че такое, ребятушки? Куда скоро сделайся? Ехали же Аки Ботас А Валера, вон, как не старался уничтожить свою Альфу Все равно быстрее Мерседесов Да, конечно, он их пропустил, но Мне кажется, это Джеймс прикололся Да, помните, Валерчик же ездит с телефоном Он у него как-то вибрировал там на старте Так вот, сдается мне Джеймс Неожиданно позвонил и как? Гаркнет Вальтеридж Джеймс И Ботас с испугу оба Мерседеса пропустил Валера еще подумал О май гад, меня ж так уволят Ух ты, а меня ж это, уже уволили Ребята, подождите, ошибочка вышла Что за ошибочка вышла у Хасов, не понимаю Два последних места на финише Это, конечно, этот, как его Кринж Фак-факен Кстати, Мага там вообще, по-моему, технический исход оформил Я не смотрел Пока пацаны ехали к подиуму, я уже успел уснуть Но до финиша мог не доехать Михалыч Там вообще это, как его Крэш вышел Причем с кем? С Ветелем С отечественником И немного покровителем Сдается мне, это Гюнтер Штайнер не доработал Он сказал Михалычу, что в стены врезаться нельзя А вот то, что нельзя врезаться в других гонщиков, не сказал Ну а Михалыч человек простой Если нельзя, значит можно Не удивлюсь, если Ральф Шумакер скажет, что в этой аварии виноват сам Феттель Ну или Мазепин Сам же Себастьян такой трусишка Он ничего не сказал И ушел на Майами Бич Кстати, бич Не, ну, Феттель мог и так сказать Мол, Михалыч бич Некрасиво как-то получилось бич Я бич купаться пойду на фанерный пляж Ну а че, плавки-то уже на мне бич Но самый красочный крэш приключился, естественно, с Норрисом Вы могли подумать, что неожиданный подиум вымолев скружил ему голову Но нет, скружил голову ему месье Гасли Француз филигранно совершил подкат И забросил в корзину разочарования этой гонки Трехочковый баскетбольный мяч Внутри которого находилась голова Норриса со всем ее содержимым Если честно, я Ландыша первый раз таким злым видел Сложилось впечатление, что он сейчас с горя топиться пойдет Но мы-то с вами не переживали Мы же знали Гондор По-испански это победитель Там р-р-молчалин Не ерничай и заткнись Да, ребятушки, немного перейдем на язык тех, благодаря которым эта гонка спустя 500 лет и состоялась Из битвы двух испаноговорящих гонщиков победителем Ну, то есть вот этим вот гордоном, короче Ладно, вышел Каркарыч Сайнс Да Хотя конец недели начинался для него в обстановке полного фракаса Мало того, что репутация после двух сходов подряд упала ниже педесталь Так еще и тут все началось с аварии Да, полез Карлита через забор и как бухнется бестолковкой Аж это, до крови покалечился Глупо, как и весь нынешний сезон у него Карыч думает, вот чупакабра, еще в машину не сел, уже разбился Ну, а когда ему предоставили алый автомобиль, началось посерьезки Прямо перед поворотом русские горки Вы уж извините, что я его буду так называть Ну, так в Америке горки называются Карыч ушатал очередного горцующего жеребца прямо об стену Там даже Акону интересно стало Как у него так, блин, получается? И Акон повторил достижения Карыча немного позднее Тем не менее, добыв второе место на старте, Сайнс вселил в нас надежду чуть ли не на... Викторию Но реальность фейковой трассы настигла моментально И все, что оставалось потомкам конкистадоров, это сражаться между собой В момент рестарта даже самый маленький мучачус понимал, что на свежем медиуме Серега Перцев сейчас... Мирда, комрада Сайнса Решительная атака разъяренного быка на красную тряпку Ничего, что я так про Сайнса Дым из-под колеса краснобыкий Ториадор остался ни с чем А Карлита на своем горцующем орлике поскакал прямо на подиум Браво, Карлита! Буэнос Диас, рогацы! Всем приятного! Ну а что, я просто попытался перевести фамилию Албон на английский Как вы понимаете, из вышесказанного приятно в Майами было далеко не всем Но вот самому Албону очень даже Второй раз затащил очки А после штрафа Фолонса очко и правда превратилось во множественное число Это ж надо! Рассел два года тошнил, чтобы затащить очки в Вильямсе А Албон пришел, увидел, навозил Если так дело пойдет, Сашку снова в Рэдбул возьмут Ну, чтобы не выпендривался Герой, блин Такс, как по-английски будет герой? Хиро! Знаете, сложно найти в этой гонке главного хиро Многие то хиро, то не хиро не получаются Ну да, Тапок победил Но он это делает часто Ну, Албон опять брейв-буддист Но все-таки позвольте выразить свой Респект Джорджу Расселу Я попытаюсь объяснить свою точку зрения Мы увидели в очередной раз не просто итог везения Или гениальный пилотаж Мы увидели гонщика, способного вести команду за собой И брать на себя ответственность за принятие решений После неудачной квалификации Жорик стартовал на харде И ему ничего не оставалось, кроме как методично прорываться наверх Up and up Но в какой-то момент команда решила, что шансов нет И позвали Георгия в боксы Я уверен, добрая половина пилотона послушалась бы команду Но Жоренька сказал Пацаны, а давайте-ка дождемся пейска Ну должен же он быть когда-нибудь Не может же быть такая унылая гонка Вроде как весело должно быть Сработало Рассел дождался свой пейскар Сменил резину и обогнал напарника Заработав в очередной раз очки И став единственным, кто во всех пяти гонках сезона Был в пятерке на финише Но дело не в этом результате, ребятушки А в принципе Рискнуть и сыграть по-крупному Или быть винтиком в этом большом механизме И довольствоваться тем, что есть Мне очень понравилось это отношение к делу С таким подходом и становятся чемпионами А вот другой чемпион как раз наоборот Ехал и ныл Что тактика ему не та Команда в очередной раз сделала что-то не так Ныл за какое-то гребанное пятое или шестое место Какая нафиг разница Это какой-то A shame Сэр Льюис Кстати, если мы поговорили про хиро То я не могу пропустить рубрику Какого хира? Какого хира вот это? Какого хира это? Какого хира... А, ну тут мы уже привыкли Братцы, сестры Лучшие гонщики планеты Они ведь герои Мы же смотрим гонки и восхищаемся их характерами Поступками Пурпоса фулнесом Объясните, какого хира я должен восторгаться этим? Да, некоторые, конечно, скажут Чего ты возмущаешься? Они вон гонщики Они гоняются Сядь сам проедь Ты не имеешь права И то, и сё Идите в задницу Я зритель Я вижу шоу в целом И если на трассе Хоть изредка Но находится место героизму То вне кокпитов Наши парни все чаще выглядят Не парнями В английском вряд ли есть такое слово Вы извините меня за ругательство Но все чаще они выглядят еблонами Вот, к примеру, мужик Он болельщик Он не медийное лицо Он не формирует мировоззрение подрастающего поколения И не травмирует мировоззрение уже подросшего К тому же в этом костюме полно символизма Отсылок Сатиры, если хотите А какой символизм вот в этом костюме? Еблоны Согласно правилам Написанным кровью Судьи хотят убедиться Что каждый герой Надел огнеупорное белье Это не халу Нарушающая принцип гонок С открытыми колесами Это не асфальтированные Зоны безопасности Вместо гравия всемогущего Это, сука, белье Сэбушка Против чего ты протестуешь? Против собственной безопасности? Он говорит, это мое Personal space Еблан Когда ты будешь корчиться от боли В горячем кокпите Ты спасателям тоже будешь говорить Не лезьте сюда Это мое личное пространство Я вообще не понимаю Был нормальный человек И тут после нескольких разворотов За рулем Феррари У Сэба, видимо, мозжечок укачало Начал ни с того ни с сего Протестовать всегда и везде Герой Формулы 1 Который войдет в историю Как идиот Натянувший трусы на комбинезон Кстати, вот вам еще один херой Люсек Хэмильтон Вот уж кому равных Формуле 1 нет Опять же, согласно правилам безопасности Попросили ребят в гонке Снимать свои колечки, сережки Цепочки, пирсинги Ну, потому что количество побрякушек У некоторых пилотов Уже превышает наряд Какой-нибудь бьюти-блогерши Увидев Хэмильтона Даже цыгане постеснялись Подходить к нему с предложением Золото-доллары Может, хоть часы возьмете, дяденька Хубло Оригинал Кстати, о часах За последнее время Среди гонщиков прокатилась Подозрительная волна преступности У двоих отжали котлы У Леклера и у Норриса И тут смотрю я Сэр Хэмильтон Пожаловал на пресс-конференцию С тремя часами Думаю, вода йод Пацан к успеху пошел Получилось Фортануло Делом, наконец-таки, занялся А то все языком да языком Кстати, о языке Take off you watch Motherfucker Эту фразу услышал не только Леклер с Норрисом Но и сам Льюис Хэмильтон Правда, снимать часы И все остальное Оперение папуаса Он отказался Ему уже там Денежными штрафами угрожали И по времени Скачуху сделали Но нет Есть, говорит у меня Металлический предмет Кое-где И извлечь его можно Только хирургическим путем Он че, блять Шариков от подшипников В детстве наглотался, что ли Или пружинку свою Сжимал Металлическим хомутом Чтобы когда он страх потерял Она не шибко разжалась Короче, Хэм, говорит Я буду протестовать Трусы на штаны Я, конечно же, не натяну Я же не еблан Да, Сэбушка Я, говорит В следующий раз Надену Четверо часов Сэбушка В твоем полку прибыло Братцы Ну что за детский сад Самые матерые И опытные пилоты Формулы-1 Выглядят как Капризные дети Плохо воспитанные Эгоистичные дети Какого хира? Фух Рассказал вам все это И думаю А гонка-то вроде И ничего было Даже Немного захватывающее Но надо понимать Все это Высосано из фетеля Как говорится Если пересматривать гонку То только с момента рестарта Сколько там? Кругов 10? Остальное все Скукота Впрочем, напомню Это только мое мнение Про выражение своего Я вам в самом начале Рассказал Про ссылочки в описании В закрепленном комментарии Кстати, благодарность За вашу поддержку Или несогласие Будет там же, ребятшки А ну-то, в общем, и после гонки Скукота была Устроили маразм с подиумом Сайенсу каску выдали Чтобы опять Бестолковку не разбил где-нибудь А потом все чисто по-америкосовски Спидермен прилетел Так, мы уже про этих парней С пирсингом и в сережках Поговорили А, Спайдермен Ну и как всегда Перевозбудился этот Спайдермен И забрызгал всех паутиной Пив, пив Че, в глаз попал? Молчалин, моргай Заткнись и моргай Я вот, правда, не понял Почему Тапок победил? Сейчас же не его очередь была Такую гармонию нарушил Этот, как его Хармони дестроен Но оно и к лучшему Сейчас скудыристы привезут обновки в Испанию И начнут самолозить Хрен догонишь Так что Максим молодец Нужные гонки затащил Хоть немного файтинг поиграем Кстати, раз уж мы заговорили о победителях Буквально недавно у нас проходил Конец уикенда вымоли Мы вспоминали Роланда Айртона В этот раз у нас тоже был повод для тревожных воспоминаний Шарль Леклер проехал по трассе во Фьорано На Феррари 312 Т4 Так в Маранелло отдали дань памяти Жилю Вильневу Который погиб в Зольдере 8 мая 40 лет назад Ну а 9 мая Вы знаете, мы с вами часто говорим о героях О героизме Сколько раз за сезон мы произносим слово «победа» Да, практически всегда речь идет о Формуле 1 Но у каждого из нас есть понимание настоящего героизма Настоящей победы В Великой Отечественной наши деды отстояли для нас право Долгие годы любоваться героизмом не на полях сражений, а на гоночных трассах Говорить о победах не в битвах, а в гонках Просто радоваться мирному небу и растить достойное поколение новых людей Получилось у нас или нет, это уже другой вопрос Но подвиг героев Великой Отечественной войны забывать нельзя С Днем Победы, ребятушки Мирного вам неба Хорошей трассы Стамбул Просто кул А вот в Майами, блин, трек Тупо от фейк На гонке мани со стрич Как на бич Но вот у хасов косяк Факин фак Давай, молчанин, давай Давай, открывай свой англо-русский словарь Давай, молчанин, давай Давай, открывай свой англо-русский словарь Когда об стену фигайс Сорри, гайс Не получился обгон Тайр, изгон Когда напарник летит Это щит Нам не покажут атак Вот же Как же так Вершина Формул-1 Рейсинг-куин Сдается какой-то хрен Взял ее в плен Ее трусы на виду В водке найду Других времен ожидай Ведь это и есть наша лайк Давай, молчанин, давай Давай, открывай свой англо-русский словарь Давай, молчанин, давай Давай, открывай свой англо-русский словарь Давай, молчанин, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь. Давай, молчанин, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь. Субтитры сделал DimaTorzok